Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие работы необходимо сделать на картофеле в июне месяце. Что не забыть и что можно получить от этих работ. Ну, самые главные работы мы уже в предыдущем ролике показали, как садить картошку. И ваше внимание было акцентировано на том, что картофель дает урожаю вдвое больше, если он посажен в гребни. Ну вот гребни есть, картофель уже наш сходит. То, что мы садили, он уже сходит. Появились ростки. Так вот, какая работа? Самая главная по картофелю, я считаю. Самая главная работа, это не допустить зарастания сорняками. А что необходимо, чтобы не допустить зарастания сорняками? Необходимо, кто-то полет. Я же поступаю гораздо проще. Беру обыкновенные грабли, и вот с двух сторон просто-напросто програбываю граблями. Програбываю граблями, это как бы и рыхлит почву, и в то же время воздух поступает к картошке, а сорняки все пропадают. Ну, если эта работа, конечно, делается, в сухую, солнечную погоду, или погода, может быть, и такая пасмурная, но ветреная. Поэтому все всходы сорняков погибают. Это раз. Далее, следующий путь, чтобы сорняки ваши не появлялись на участке, это я вам рассказываю агротехнические способы. Потому что кто-то пользуется лазуритом, носит лазурит и не занимается больше никакими прополками. Но это химия. Я расскажу вам об экологически чистом урожае, который можно положить на ваших небольших сотках, где у вас где-то одна-две сотки заняты картофелем. Следующее, что я делаю, чтобы не расти сорняки, опять же, застилаю междурадья соломой. Почему солома, и для чего она нужна в междурадьях? Во-первых, это не только защищает от сорняков. Понятно, что причинка не дает прорастать семенам сорняков. Во-вторых, солома, которая лежит в междурадьях, она сохраняет влагу. А с каждым годом это становится все более актуально, потому что лето всегда как бы засушливое становится, даже у нас в Белоруссии. Не только что там в центральной части, но и на севере Белоруссии все более сухо становится. Поэтому влагу необходимо сохранять. Третье, что очень важно, картофель есть такой застанной соломой, значит, на нем будет меньше фитофторы, потому что это вторая работа, которая продохранит наши растения от заражения. Земельная площадь как бы чисто открытая уменьшается, соответственно, фитофтора будет меньше повреждать наш картофель. Ну и самое главное, и что о чем на соломе, чтобы уже закончить полностью, что дает такое укрытие между радостью и соломой, значит, фитофтора как бы поражает больше картофель. И мы на своих участках, точно так же, как и я, выращивают ранние сорта. Ранние сорта чем они интересны, что они быстро дают урожай. И уже к концу июля, начале августа ботва засыхает. Засыхает ботва, клубни трескаются, они лежат на поверхности. А вот такая солома, которая лежит между радостью, притянет наши клубни, и они не будут зеленеть, то есть будут сохранять свои товарные качества. Так что вот учли, что в соломе есть очень много как бы плюсов. Почему вам надо сделать? Заложить между радостью соломой. Тем более, что сейчас такой продукт не используется в животноводстве, поскольку уже как кормовая база, у нас есть более интересная корма, и солома как бы в любом хозяйстве можно приобрести. Далее, следующая работа, что очень важно не упустить, в июне месяце на картофеле. Это, ну, если вы окучили картофель, это хорошо. Вот если вы не окучили, значит, старайтесь сделать окучивание, просто, чтобы не ложить солому, ничего, до 20 июня. Позже 20 июня картофель старайтесь не окучивать. Почему? Потому что картофеля нарастают в столоны. И вот при окучивании мы же эти столоны можем повредить. А раз мы повреждаем столоны, которые выросли, а на конце столонов закладываются клубни, у нас урожайность картофеля будет падать. Не забывайте об этом. Ну, а против фитофторы надо бороться, потому что фитофтора, которая повредит ваш картофель в начале июня, в середине июня месяца, она резко снизит урожай. Примерно на 50%. Что необходимо от фитофторы? Ну, от фитофторы, как бы, хочешь, не хочешь, приходится прибегать к химии. Есть масса различных препаратов, и тоже ридамил, и арцерит, и пенкацеп, и другие, которые помогают от фитофторы. Надо только постарайтесь так. Первую обработку сделать ридамилом, то есть препарат, который системный, который проникает в систему растений, для того, чтобы наши растения были более устойчивы против фитофторы. Ну, а следующую сделать обработку пенкацебом. Если вы сохраните ботву в начале роста, значит, эта ботва сохранится в дальнейшем до самой уборки урожая. Раз она сохранится, значит, урожай будет более-более богатый. Вот это вторая работа, которую необходимо обязательно сделать. И третья работа, конечно, борьба с колорадским жуком. Ну, с колорадским жуком можно снимать целый ролик. Способов очень много, но если у вас участок небольшой, сотка, две, значит, постарайтесь не использовать никакую химию. Когда первые жуки появились, прошли, собрали. Где-то буквально недельку вы собираете жуков, и у вас будет очень мало личинок, и у вас не надо будет применять химию против колорадского жука, и, соответственно, вы получите экологически чистый урожай. Так что вот эти все способы, которые я вам назвал, они помогут получить вам экологически чистый картофель на вашем участке, и хороший урожай. Так что запоминаем, борьба с сорняками, борьба с фитофторой, борьба с колорадским жуком. А уже окучивание, там, рыхление, это уже как получится. Эти уже работы, как бы они стоят на первом месте. Поэтому вам хороших урожая осенью. Мы покажем вам, какой у нас картофель осенью под этой соломой. Вы будете удивлены и, делая у себя, вы также вас результаты порадуют. До новых встреч. Смотрите наши ролики.